Дорогие друзья, я невероятно рад вас всех приветствовать. Мы давным-давно с вами не встречались и давным-давно не общались в прямом эфире. И я считаю, что просто это отличный способ для того, чтобы пообщаться с вами. Сегодня уникальный, уникальный гость, уникальный человек. Это вот просто, я не знаю, Владимир Викторович Довгань. Это просто человек, который легендой подключается. И с первой секунды мы сейчас будем общаться и разговаривать на самые интересные темы. Владимир Викторович, здравствуйте. Привет, привет, Роман. Можно на «ты» будем? Просто Владимир. Роман, пожалуйста. Владимир, просто да, это какой-то, знаете, я очень рад вас видеть. Вы знаете, вы даже не представляете, насколько много вы вот в моей жизни сделали своей, вот как бы не зная даже о моем существовании. Ну, во-первых, смотрите, мы с вами оба дальневосточники. Вы родились в деревне Ерофей Павлович, да, в Сковородинском районе. А я родился в Советской Гавне, это тоже там далеко. Вы потом какое-то время жили в Краснодаре. У меня тоже был такой там, как бы вот проект в Краснодаре. Сейчас мы с вами, каждый находится на удаленке. Вы в Мексике. Мы с сыном уехали на побережье Черного моря. И вот эта возможность наша с вами познакомиться удивительная. Но я вас видел один-единственный раз живьем на презентации вашей книги. «Как я стал довганем» в магазине «Москва». И у меня есть ваш автограф. Супер, Ром, супер. Дорогой земляк мой. Ну, знаешь, как мы в армии говорили, зема, да, земляк? Да, да, да. Ребята, вот рад очень выступить вместе, пообщаться с Романом, своим земляком, с большим-большим коучем, лидером, предпринимателем. И, конечно, но на самом деле, вы знаете, мы же... Я сейчас не в Мексике, да, Ром, а в Панаме нахожусь. В Панаме, да. Мексика – это такая немножко криминальная страна. А Панама здесь, в Латинской Америке, считается, как Швейцария такая, в Латинской Америке, да? Вот, да это не важно, мы люди мира с тобой. И я думаю, что сегодня каждый человек, да, это человек мира. Еще когда-то великий Сократ, представляете, две с половиной тысячи лет назад, когда люди жили вот прям общинами там, да, говорил, я не человек Афин, я человек мира. А уж сегодня-то все мы жители планеты Земля. Роман, огромная тебе благодарность за добрые слова. Тоже хочу в ответ сказать, что ты большой-большой человече, большой эксперт, большой лидер, большой куч, с большой буквы, и с огромным сердцем, и с огромной мудростью. Я предлагаю, что, Ром, смотри, ну, на ты, если можно, да, ребят? Давайте построим, чтобы эффективно было полезно, да? Я буду отвечать на вопросы, да, на любые вопросы. У нас есть такое правило среди интеллект-тренеров. Мы никогда, ребят, не в одной стране, у нас 54 страны уже, не трогаем две темы. Это политика религии. Вот у нас это табу, да, остальное все, пожалуйста. Окей, тогда поехали. Вот представьте, вдруг, откуда ни возьмись, появляется зонтичный бренд, как сегодня говорит, Довгань. Вы работали на Тольяттинском заводе, и потом вдруг стали предпринимателем. Вот где этот квантовый скачок, когда простой парень, простой рабочий, становится предпринимателем и создает мировой бренд. Роман, дело было так, на самом деле. Смотрите, ну, если коротко, да, у меня что-то 30 проектов, но я расскажу. Я, короче говоря, начитался книг про Генри Форда, а он читал всех торгашей просто чмошниками, а вот производственники, это да. Ну, не было у меня тренера, не было наставника. Если ты был в то время моим наставником, ты мне подсказал бы. Я пошел работать на завод. Хотя приглашали в горком комсомола за фаделом, еще перевелся на вечернюю. До этого у меня была очень бурная жизнь и в экономическом плане, и в социальном, когда я был студентом дневного факультета Толятинского политехнического института. Первое, я устроился на работу тренер по гребле. На полторы ставки катер, да, мальчишки тренирую. Второе, комиссары студенческих отрядов, зональный, да, тоже денежки хорошие платили. Это тоже интересная жизнь строя отрядовская. Параллельно это все было. Третье, на кафедру теплофизики устроился еще, там бригадиром был. И у меня, вот, и плюс стипендия, да, и у меня получалось по тем временам бешеные деньги, да, Ром? 450 рублей в месяц. Это космический день. Это космический, ребят. Ну и все, молодой, так же, что такое гребли, да, это красивые базы, Волга, там, острова, катер, девчонки. И, ну, начитавшись с дури, вот это вот, Форда, там, Крайслер, вот этот, да, и куку, я понял, что основа, наверное, жизни – это производство. Вот дурак просто был. Перевожусь на вечерний, мне ректор говорит, Володя, не переводись, тебе осталось там год-два, я говорю, не, Игорь Анатольевич, я хочу вот прям, прям с самого низа начать. Устраиваюсь мастером на Орском автомобильный завод. И вот здесь, ребят, Ром, я попадаю реально в ад. Если я работал, студенческие отряды, это все такие продвинутые ребята, ну, сильные такие, да, лидеры. А школа спортивная, в которой работала детская и юношеская спортивная школа города Тольятти номер пять, там два отделения было – гребля и борьба. Ну, борьцы такие сильные ребята, великодушные, ну, ругаются, ну, и через пять минут помирились здесь, да, такие вот сильные ребята, большие такие вот медведи, а сильные люди, они всегда добродушные, смелые, великодушные. И вдруг я попадаю на завод, интриги, все пишут друг на друга доносы. Я смотрю, мужчина, ну, я тогда молодой был, что-то мне говорят, может, 22, потому что 23. Здоровые дядки, 40-50 лет, какая-то гниль такая, да, вот прям, я попал реально на дно ада. И тогда Горбачев объявил перестройку, говорит, выбирайте начальник. Перестройку, ускорение. И народ хотел меня выбрать начальником цеха. Но руководство завода посчитало, что начальником этого цеха 51.8 должен быть зять чей-то, босса какого-то, зачморили меня, ребят всех, да, весь цех там остались без премии. Ну, такое, дайте, давление такое, как каток проехался. И я вдруг понял, что вот это для меня, да, ребят, было первое открытие. Что оказывается, в этом мире не важно, какой я трудолюбивый, умный, сколько я сделал для цеха. Важно, чей ты зять, там, сватый брат. Мне это было противно. И я ухожу с завода и создаю свой первый бизнес. Это был клуб карате. Киокосингай, да, карате Будо, да, у меня назывался. Да, дзебао, лозунг моего клуба, знаете, какой? Кстати, не изменился. Ежедневное интеллектуальное духовное и физическое развитие. И вдруг я стал зарабатывать. Да, вот нужно так, так, я в студенческие годы школьные, 450 рублей. И прихожу на завод, 185 рублей. Ну, то есть, почти в три раза меньше. А я открываю клуб карате, и вдруг я начинаю зарабатывать по 3,5 тысячи рублей, да. Вот такое у меня все. Я сразу, ну, так, окреп, так скажем, денежки появились, машину купил. А дальше я начал делать хлебопекарню. У меня была мечта построить хлебопекарню. Владимир, а вот можно один вопрос уточню? Вот я помню, в книге вы написали, что вы один раз в аргументах и фактах дали объявление, что вы рассказывали о том, как создать клуб карате. Я подхожу, смотрите, и получилось как. А мы же тогда глупые были, ну, не было вот таких реальных, когда коучи, я всегда говорю, обращайтесь к коучам, к профессионалам, да, за консультацией. Ребят, это окупится в тысячи раз. Ну, заплатил ты копейки профессионалу, даже пускай ты миллиардер, а профессионал не миллиардер. Но со стороны взгляд всегда это очень важно, да. А я тогда, ну, не было ничего. Я даже не знал, что надо бизнес-план писать. Я так увлекся, ну, зарабатываю тренером, и вдруг я понимаю, что у меня денег нету, уже пошли долги, у меня уже нечем платить зарплату. Ну, то есть я же, ну, если бы был расчет какой-то, ну, такое время такое было, да, начинали. А у меня такой рефрен всегда был тогда, да, безвыходных положений нет. Не знаю почему, но меня в то время вдохновлял очень сильно барон Мюнхгаузен. Вот этот советский мультфильм, где, да, всегда находит положение, да, из любого положения выход находил барон Мюнхгаузен. И вот этот рефрен, да, денег нет, долги. Меня уже выгнали с площадей производства. Я уже договорился об оборудовании не додел еще, даже до первого образца. Кто-то сложил и хожу, думаю, сейчас я найду, где заработать деньги, найду, где заработать деньги, да. Я придумаю. Ну, в банк иду, естественно, кто даст там рабочему парню там деньги, иди отсюда, начинь. Я подумал, думаю, о, есть каратэ, но я в нем понимаю что-то, да, черные поясы и так далее, и нет литературы по каратэ. Но тогда дефицит был. Час много, YouTube, там книг напечатали же миллионы. И я принял решение заработать деньги на издательстве. Я сам пишу книгу, быстро, прям, знаете, я собрал тренеров своих, у меня ждало восемь таких сенпаев было, мы их поможем. Так, ты пиши главу такую, ты такую, но раскадровку всем сделали. Максим Сырнов, мой ученик, здесь же рядом, в одном просто, мы в одной комнате книгу за два дня сделали. У него растяжка, он вертикально медленно вверх поднимал ногу и держал. Здесь фотограф фотографирует, бежит, проявляет, художник срисовывает, да, и мы за два дня сделали книгу по каратэ, да. Вот, ну все, сделали такое, прибегая, денег же нету, прибегая на Волжский автомобильный завод на типографию, ну, в городскую пошел, говорит, пошел, нафиг отсюда денег нету. А там дядька какой-то хороший, вазовской типографии, тогда выпускали они две с половиной тысячи автомобилей в день, представляете, ребята, да, и свои типографии, вот эти вот, паспорта качают, ну все, там дам инструкции и так далее, печатали. Я прихожу к нему, слушайте, надо поднять каратэ, молодежь, чтоб не пила, не курила, нужна книга, вот, иначе все рухнет, да, убедил как-то его, да. Он, ну, напечатаем, сколько тебе? Я такой, отбалды, говорю, ну, сорок тысяч экземпляров, без денег. Напечатали, мне что такой голос будет так. Напечатали, все быстренько, я такой довольный, у меня машинежка, развожу по ларькам, по книжным магазинам, ну, в радиусе где-то 100 километров, да, от Тольятти, такую неделю жду, думаю, сейчас денежки пойдут, все, сейчас, а уже типография, уже вот этот, ну, директор типографии, Володя, ну ты когда деньги-то привезешь, у меня же в школе отчет, бухгалтерия. Так, думаю, ну сейчас, вот сейчас развез, и за неделю у меня продалось 200 аж на 15 книг, а у меня сорок тысяч напечатано, и это тоже надо, ну, деньги за книги отдавать. Я думаю, что делать, да? Опять же, и опять у меня вот этот рефрен, безвыходных положений нет, безвыходных положений нет, все равно найду выход. Я подумал, попробовал, а что если почтой попробовать, да, торговая почтой, он тогда начинался только. Вот, я быстренько поехал в, даже не сам поехал, пармошника послал в Саратов, рядышком с Тольятти, говорю, слушай, дай в местной газетенке объявление. Ну, на копеечке нашел, тот дал, и мы продали сразу несколько тысяч книг. Я, о, да, быстрее в аргументы факты. Там Саша Авруха работал на рекламе, ну, это самый такой классный парень. Я говорю, Саш, а у них очередь расписана там на вперед, да, там, ну, тираж тогда, ребята, сейчас нужно поверить, во времена интернета, да, тираж аргументов и фактов был 41 миллион газеты. А Комсомольская правда 28 миллионов, да, труд газета 21 миллион, а Огонек издавался, тогда журнал, да, модный был, 48 миллионов. Ну, представляете, тираж. Самый читаемый журнал был, да. Да, 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 я его уговариваю. Мне же на шапку махровую какую-то красивую внутреннюю подарил, только вот новый отдел, командировка в Москву, там, провинциальный мальчишка. Александр, ну, хороший парень, так, слушай, красивая шапка. Я, Саша, бери, бери, ну, нет, ты что, бери, мне вот так надо. А издаем, короче, договорился, издаем объявление, писал сам, без спичрайтеров, ну, когда душу вкладываешь, она всегда работает, ребят. И здесь началось что-то невероятное. Мы в день стали продавать по 5-10 тысяч книг по предоплате. Вот первые полтора миллиона долларов я получил авторские. Да, просто реально, просто как обычно на Западе любят говорить, на старые еще, да, сейчас-то все прозрачное. Я расскажу вам про каждый свой цен, который я заработал. Но не спрашивайте, как я заработал первый миллион. Ну, помните, во времена Кеннеди, Бутлегера, всего, да. А здесь я с гордостью говорю, вот как издатель заработал. И все вбухло в машиностроение, короче говоря. А потом, вы знаете, никогда, вот я честно скажу, никогда не занимайтесь производством. Никогда, вообще никогда. Если вы не китайцы, конечно, там, может быть, японец, там другие кадры, там люди другие. Ну, вы в России сами понимаете, да. Кадры найти очень тяжело. Делаю невозможно. Сам разрабатываю хлебопекарню как инженер, да. Вкладываю всю душу. Все эти полтора миллиона долларов там, ну, еще что-то заработали. Ребята, получается, ситуация такая, что, ну, как я душу вложил этот проект. И запустили хлебопекарню, да. Никто не верил. Все смеялись надо мной. Всегда, когда над вами смеются, да, говорят, дурачок, что не получится, ребята. Это самый хороший признак того, что... Самый лучший, да. Вот это сто процентов. Почему? Потому что нужно делать всегда то, что другие не делают. Потому что нужно опережать время. Нужно что-то революционное делать. Ну, как Apple, помните, Стив Жопт говорит, будем делать айфон. Все говорят, а там же кнопок нету. Да идиот, там кого нужен этот телефон? Он весь мир изменил. И вот так же все говорят, дурак, ничего не получится. Но я запускаю хлебопекарню, и вдруг я получаю заявки, заказы. Каждый день, ребята, больше, чем на 500 хлебопекарен. Представляете, потребность какая была? Ну, и раскручиваем, раскручиваем, раскручиваем. Я-то сейчас, я понимаю, да, что нас, оказывается, ребята, разорили три раза в России. Вот я серьезно говорю. Я, знаете, когда это понял? Посмотрел Андрея Иларионовой интервью, большой его какой-то. Ну, прям давно еще, часов два-два часа. А он был помощником тогда президента. Он тогда в правительстве работал по экономике, да? И вдруг я понял, ну, что мы в Тольятти, там, неграмотные ребята. Сейчас там в Америке поработали, в Германии, в Японии. А тогда мы наивные же были, да? Рабочие места создаем, страну поднимаем. Ребята, да, тяжело. Но потом, через 10-20 лет, заживет Россия, матушка. А эти по-другому же мыслили, да? Мы просыпаемся с утра, я не знаю, старшие поколения себя помнят, и вдруг нам говорят, ребята, динаминация денег. Мы же такие прям, да. А что это такое? Вот у тебя была тысяча рублей, а сейчас будет одна тысяча рублей, и успеть до вечера поменять. Значит, вообще ничего не будет, да? То есть, Павловская реформа, так называемая. Много было реформы, да. Это был такой шок, ребята, да? И нули отрезали, и медиа. Вот, вот. Ну, есть же подсчет, Ром. Ты, как человек из банковской сыры, знаешь, рубль с момента перестройки подержавел, по-моему, 53 тысячи раз. Ну, это прям факты, да? А оказывается, что я в тот момент-то дурачок был. Я думаю, эх, какой я слабый руководитель. Взял на себя такую ответственность, да, вот тот не смог. Ну, а на самом деле, когда я смотрел Ларионов, Андрей, ребят, да, я понял, что нас специально разорили, да? Он спрашивает, допустим, этот самый Ларионов Андрей, говорит, я подхожу к Егору Гайдару, говорю, Гайдар, ты что делаешь? Ты разогнал инфляцию 220% годовых. Такой войны не было. Ты что делаешь? Как что? Мы сейчас спарим все деньги у людей, у предприятий, начнем приватизацию, чтобы попали в нужные ресурсы руки, понимаете, да, ребят? Это, конечно, шок. А тогда... Внешне, да? Я прошу прощения, да, Владимир, слушайте, это такая важная вещь, но большинство ее не помнят, а повлиять на прошлое мы уже не в состоянии. А, согласен, согласен. Ром, смотри. И так разорился, год ходил в депрессии страшный, потом думаю... Как возникла идея, вот как возникла идея себя нарисовать на лице? Вот, расскажи, я покажу, все, все, Ром, ты меня, ты будь на водой, пожалуйста, ты меня веди, ладно? Потому что, смотрите, ребят, лечу в самолете, разорился, год вообще без денег, без всего, долги, да, вот, ну, просто убитый полностью. И читаю в газете заметку. Оказывается, за 1995 год в России от некачественной водки умерло 43 тысячи человек, представляете? Я прилетел в Тольятти, и у моего друга, друг, умирает сын от некачественной водки, на 18 лет празднует день рождения, и два человека умерли. Я как инженер думаю, надо защитить качество же как-то, да, ребят? Я вот придумал голограмму, и начал, через год, я стал водкой, премиум класс номер один, обогнал абсолютно в Финляндию, и зарабатывал каждый день 250-300 тысяч долларов каждый день с торговой марки. Вот так и рвелась идея. Все передаю славу Терраму, пожалуйста. Супер, отлично. А когда возникла идея создавать зонтичный бренд? Ведь водка была только начала. Да, прекрасно. Смотрите, Тесла недавно выпустил текилу, да, Илон Маск, да, и все говорят, о, что-то странно. Да нет, не странно. Смысл в чем? Смотрите, когда вы вкладываете в рекламу деньги, у вас уже есть бренд, да, но если вы дополняете шоколад, воду минеральную, сок, кофе, да, то вам уже в деньги не надо в таком количестве вкладывать в рекламу, а бренд уже есть. Теория переменных и постоянных издержек, получается. Конечно, конечно. У тебя уже зафиксированы расходы, и ты просто добавляешь туда дополнительные бренды, и все. Да, и получаешь прибыль. Более того, у меня была идея, я ее не воплотил, к сожалению, до конца. Да, идея была следующая. На каждом паспорте качества была голограмма, ну, чтобы не поделали и номер. Да, книжечка была маленькая. Да, да, да. И номер был, да. Я начал по этим номерам разыгрывать раз в неделю автомобиль. Прямо по второму каналу шоу сделали и разыграли в прямом эфире. И вот тогда я понял, что, в принципе, у меня получается не только даже как бренд, да, качество, но и как лотерейное уже такое направление, да, что можно еще привлечь людей, которые любят играть. Тем более, ну что, человек купил хороший продукт, не отравился, у него еще лотерейный билет. И вот тогда у меня цель была каждый день разыгрывать по автомобилю, да. И, естественно, чем больше товаров, да, тем больше узнаваемость, тем меньше издержки на рекламу, и тем больше ты можешь вложить еще больше в рекламу, так скажем, да. Вот такая была идея. Супер. Вот сегодня мы находимся, мне кажется, в уникальном фантастическом моменте, когда для каждого из нас открываются любые двери, любые перспективы. Онлайн и пандемия открыла какие-то невероятные возможности. Возвращаясь к вашему бренду, вы создали экосистему. Был маркетинговый канал, передача, были продукты, был лидер, лид-продукт, водка, потом франчайзинг, все это. Как сегодня предпринимателю, вот с чего начать предпринимателю, чтобы попытаться создать вокруг себя маленькую экосистему, чтобы в это время поймать вот этот момент и вырасти? Роман, вот ты в десятку попал прям. Супер вопрос. Ребята, смотрите, даже в центр десятки. Роман абсолютно прав. Только он сказал, говорит, мне кажется, да, что я думаю, да, а я абсолютно уверен. Мы живем в самое крутое, ребята, время. Это время реально. Не просто окно возможностей, да, дверочка. Это вообще просто новая жизнь. Конечно. И вот почему, смотрите. Дело в том, что мы сейчас живем во время ускорения перемен. Да, а что такое ускорение перемен? Это когда первое становится последнее и последнее первое. То есть идет водоворот событий, да. Вообще новое время. Да, просто новые ценности, новые смыслы, новые скорости. Вообще новые законы существования. Новое время. Дальше, смотрите, я поделюсь своим вот просто, ну, я же инженер-механик, кандидат экономических наук. Я вижу, ребята, мир, да, Ром, в цифрах всегда. У меня всегда идет компьютерный расчет. Расчет возможностей, расчет вероятности, расчет рисков, расчет ресурсов. Ну, такой компьютер. Я с виду такой эмоциональный дурак-дураком. На самом деле мозг у меня очень четкий и математический. Мы знаем, что это не так. Да, бизнес, говорю, это математика, да. И вот смотрите, давайте сейчас вместе включим математику и логику. Вот не просто эмоции. Первое, да. У нас мы сейчас, это действительно новое время. И неважно, кто ты, безработный, водитель такси, врач, развивающийся предприниматель, пенсионер, студент, не имеет значения. Потому что наступило новое время и новые возможности, это новые профессии, новые индустрии и так далее. Это факт абсолютный. Просто даже вы не представляете, какое счастье. Теперь смотрите. Теперь переходим. А что делать? Помните картины? И дороги направо, поедешь налево. Ну, так Боснецов или кто-то написал. Ну, такая метафора, да. Вот мы на коне сидим, и перед нами бесконечное множество дорог. На самом деле, все это мы сведем к простым, прям дуальности такой, по две дороги. Первая, да, дорога, это оффлайн мир и онлайн. Вот туда поехать или туда. Я, как профессионал с 30-летним стажем, утверждаю, ребята, не надо ехать в оффлайн. Даже если вы там зашли, уходите оттуда. Почему? Ну, давайте будем откровенны. В оффлайне уже все завоевано крупными ребятами. Nestle, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Boeing, Tesla, Toyota, Amazon, Alibaba, McDonald's, Starbucks и так далее. Там такая конкуренция. Помните книжку «Кровавые океаны», да, то есть «Голубые океаны». То есть там делать нечего, поверьте мне. Да, ну, Макдональ 160 миллиардов стоит. И как кризис, да, все рушатся, там половина ресторанов закрывается, они вверх идут, да. Ну, что с ними тягаться, реки все эти, там, я не знаю, пицца-хат. Ребята, поверьте мне, да. Ну, Coca-Cola, там, Pepsi-Cola. Кстати, я вам скажу, что я просто уже на своем опыте жизненном вижу, идет укропнение бизнесов. Ну, например, когда-то я занимался пищевкой очень активно, да, и «Колу» выпускали, и «Первый класс», и так далее. Было три компании безалкогольных монстра. «Аэрци-Кола», «Кока-Кола» и «Попсикола». «Аэрци-Кола» больше нет, правда же, все. Осталось две компании, да. Когда-то были три фирмы, которые выпускали дальнемагистральные большие самолеты. «Боинг», «Аэрбаз», «Дуглас». «Дугласа» нет уже. То есть, обратите, такое идет укропнение, да, было пять алкогольных компаний, сейчас три осталось или две уже. То есть, ну, куда туда лезть, копейками со своими? Ну, мне парень недавно один говорит, я говорю, какие планы, предприниматель, да, молодой? «Хочу интернет-магазин открыть». Я говорю, ну, ты с дуба упал, ну, вздумайся, да, «Амазон». Вот, чтобы ему стать «Амазоном», «Безо», самый богатый сегодня человек в мире, он скупил 100 тысяч магазинов, да, интернет. То есть, он поедет в прибыль, покупает аудиторию, ну, 100 тысяч магазинов. Сегодня ты зайди просто по гуле, посмотри, какие у них эти склады, да, там, роботы, искусство института, обалдеешь просто. Это такой склад, например, 100 долларов, там, или 50 минимум, да. Каждый день команда «Амазона», программистов, вносит 10 тысяч улучшений в программы. Ну, ты вдумайся, и ты со своими, там, копейками, да, соревноваться будешь. То есть, я высказываю свою субъективную точку зрения, ребят, правда, не навязываю, да. Я бы из оффлайна убежал бы как можно быстрее, там делать нечего. Остается одна дорога, онлайн, да. И вот здесь тоже я уже, ну, я просто в онлайне много работаю уже, смотрите, ребят. Есть принципиально два пути. Путь технологий, да, и путь построения бизнеса в онлайне вокруг человека. Ну, давайте будем откровенны. Майкрософт, Эппл, по 2 триллиона, ребята, стоят. Им на пятки наступает Гугл, там, Фейсбук, Амазон тот же и так далее. Ребят, вот смотрите, у Эппла уже заработано 220 или 240 миллиардов долларов, да. Вдумайтесь. Колоссальные деньги. Чип какой-то. Ну, смотрите, ребят, эти, я их называю в шутку, гляфы уже, такие, да, когда-то они были Давидами маленькими, в гаражах начинали, да, как Давид. А сейчас уже мощные гляфы, они вкладывают каждый год десятки миллиардов долларов во что? В технологии, правда. Квантовые компьютеры, нейронные сети, машинное обучение, роботная технология, там, нейронные сети и так далее. Искусственный интеллект и так далее. Вот с ними тягаться это глупо. То есть остается, значит, математика нам подсказывает, да, только путь строить бизнес вокруг человека. Вот если взять, допустим, как пример, да, смотрите, ребят, как только начинаете, а в принципе мы все заново начинаем, да, Ром, и ты, и я, и весь минус начинает заново. Ну, за исключением этих мастодонтов, да, которые же захватили свои ниши. Итак, смотрите, ребят, все очень просто. Первый вопрос, который мы всегда должны себе задавать, да, что мы можем дать людям в онлайне, теперь речь идет уже, да, чтобы от людей что-то получить, наши деньги, да. А точнее даже так, Ром, да, какую проблему и боль мы с вами можем, ребята, решить, чтобы за это получить наши законные миллиарды долларов, да. И так как в технологиях мы не конкурентно способны с этими мастодонтами, да, с меди-монстрами там, да, то остается строить ниши вокруг человека, да. И вот здесь, ребята, открываются бесконечные возможности. Смотрите, вот нишу, которую мы сейчас нашли, я с вами очень активно. Так, у нас чуть-чуть Владимир подвис, ничего страшного, сейчас мы можем разобраться с этим вопросом, сейчас услышим. Я надеюсь, что все вернется. Коллеги, прошу прощения за шум, никак не ожидал, что вдруг ни с того ни с сего начнется какой-то здесь строительный ад, и кто-то будет тут так активно все ремонтировать. Ну что ж, Владимир немного подзавис, сейчас услышим. Ага, так, коллеги, так, Владимир вышел, давайте попробуем. Сейчас, да-да, я вижу, что завис, да, сейчас я уверен, что он снова подключится к нам. Как быть тем, кто за бортом перемен? Давайте, чуть-чуть более подробнее, пожалуйста, напишите. Я попытаюсь этот вопрос уточнить, и мы посмотрим, что такое, что значит быть за бортом. Никто у нас не останется, да, энергия Владимира зашкалила, согласен, да, именно так и есть, да. Да, обычный шорик в эфирах. Есть, 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 да. Все, есть, да. Вырубил айфон просто. Ром, твоя и моя энергетика, вы встретились в моем айфоне, и он погас. Ребята так и написали, что энергетика наша выскочила. Да, да, вот и так смотрите, ребят, да, то есть только онлайн. Ну это субъективная моя точка зрения, вот, да, я просто в этом абсолютно уверен. Технологии, не потянем мы с ними конкурировать, остается вокруг человека что-то искать, да, нишу. Что, какую боль мы можем решить. Мы русскодумающие, русскоговорящие ребята в онлайне, американцам, японцам, корейцам, немцам, французам, да. Там денежки наши с вами миллиарды. А очень все просто на самом деле. Есть такая проблема, которую мы можем легко решить. Смотрите, по данным ООН, 76% взрослого населения планеты Земли живут с хронической усталостью. Потеряли смыслы, теряют точки опоры, смыслы, да, ребят. Вот 3 миллиарда людей сегодня, взрослых, попали в беду. Им нужна энергия. Почему вопрос, да, несложно же понять нам даже, мы не какие-то там суперспециалисты. Да потому что на взрослого человека сегодня обрушилась такая нагрузка. Ну давайте перечислим, какие давления, да, на мозг взрослого, на психику человека. Информационное, нереальное давление, да, экономическое, социальное, энергетическое, эмоциональное, психологическое. То есть что получается? 3 миллиарда взрослых людей оказались под давлением страшных перемен. И вот это все, что я перечислил, эмоциональное, энергетическое и так далее. А старые методики такие, ребят, как психонаб... Владимир, чуть-чуть, ну видите, Панама все-таки находится на другой стороне Атлантического океана. Надеюсь, что со временем все... Коллеги, прошу прощения за шум, внезапно тут какие-то люди начали что-то ремонтировать. Уже стучу им в стену по возможностям. Так, ждем снова, коллеги. Подключается Владимир, надеюсь, что у нас все будет хорошо. Все устали, хотят оффлайн. Вот и накрыло эти 76%. Точно, точно, согласен. Алла, да, привет тебе большой на Дальний Восток. Все устали, да, мы не привыкли. Я думаю, что мы такая, знаете, это такая транзитная популяция, на которой отрабатывается технология заведения всех онлайн. Ну действительно, у нас безвыходная ситуация, просто безвыходная ситуация, которая не позволяет нам никак оставаться. Да, Кирилл, отлично, да, можно, я уверен, что это просто можно привозить и нужно. Привет, ребята, привет, друзья. Слышно меня, видно, Ром? Слышно, видно, да. Да, ребят, ну что-то энергетика зашкаливает. Ребята, смотрите, я продолжу мысль. Знаете, как в таких случаях, когда у меня падает девайс, когда вырубается программа. Вот я хочу дать добрый совет старого предпринимателя, динозавра. Первое, знаете, какая мысль должна быть у вас? Вот что-то рухнуло все к деньгам, к богатству, к счастью, куда? Вот четыре слова запомнили. Точно. Динегам, к богатству, к счастью, к удаче. Что-то рухнуло, первая мысль. Богатству, к деньгам, к счастью, к удаче. Ребят, давайте поддержим Владимира нашими сердечками. Сердечками Владимира поддержим. Благодарю, ребята, благодарю, ребята. Это будет просто супер, да. Огромная благодарность за вашу теплоту. Итак, смотрите, да, вот эта хроническая усталость, вот это вот давление. Ну, то есть, по сути говоря, что происходит? Появилась потребность в зарядке, да, в какой-то зарядке для человека. То есть, яркая вот аналогия, смотрите, ребят. Берем мобильный телефон, да, ну, самый полезный девайс сегодня, правда же? А если он разрядился? Все, правда же? Ну, бесполезная хигня. То есть, ты разряженным телефоном вообще ничего не сделаешь. Даже гвоздь не забьешь, настолько он бесполезный, да? Так вот, ты человек. Если у человека разрядились аккумуляторы, да, ну все, мы неконкурентоспособны. Иммунная система... Что ж такое там у Владимира? Сегодня явно компании, которые обеспечат интернет в Панаме, они противодействуют, не дают возможности нам... Ну, смотрите, друзья, на самом деле, очень классная тема. Я почему поднял вопрос о трансформации онлайн в онлайн, потому что буквально несколько уже подряд регионов мы вместе с опорой России делаем такой акселератор для предпринимателей, для того, чтобы понять, а как в нашей ситуации действительно перескочить из оффлайна в онлайн. Ну и, конечно, тут начинается очень много. Первое, это понятно, что начинаешь анализировать бизнес-процессы. Второе, ты начинаешь понимать, что происходит у тебя в целом с системами. Ты отказываешься от ненужного персонала и начинаешь думать, а как тебе твои услуги упаковать в какой-то онлайн-сервис? Как тебе сделать? Потом ты начинаешь понимать, ага, точно, онлайн-то что значит? Это страница в Инстаграм, страница в Фейсбук, маленький лендинг, это что-то еще. Ты начинаешь дальше разбираться, пытаться разобраться в истории. Так, коллеги, сейчас одну секундочку. Так, алло? Окей, 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 окей. Коллеги, вот мне позвонил только что представитель Владимира Довганя, к сожалению, какой-то форс-мажор у Владимира, но я думаю, что его эфира хватило для того, чтобы мы с вами зарядились. Да, пусть это был такой маленький, молниеносный, энергичный такой вброс энергии, но, на мой взгляд, есть реальный смысл подумать о том, как сегодня использовать эту возможность для того, чтобы каждому из нас попытаться сделать, оставить какой-то маленький шаг. Да, пусть это будет небольшой бизнес, но он будет в онлайне, он будет мой, принадлежать мне, и я смогу им работать. Друзья, если есть какие-то вопросы, давайте попробуем немного продискутировать. Вот, придерживаясь тех же принципов, что и Владимир, отлично. Так, вопрос из Латвии. Вопросы вот, а как быть тем, кто за бортом перемен? Мне кажется, вот за бортом перемен, это только в нашей голове. Если мы считаем, что мы за бортом, то это так. А если ты хочешь и ты надеешься быть в результате, как бы, этих перемен на коне, то я думаю, что сегодня есть огромное количество ресурсов. Бесплатный онлайн-акселератор, бесплатные школы, обучение бизнесу. Друзья мои, поэтому, ну, я был невероятно рад вас всех видеть. Прекрасный был старт. Обещаю вам периодически радовать вас интереснейшими спикерами. Буду очень рад ответить лично на ваши вопросы. Смотрите, что важное в человеке. Все равно, ну, у нас, коли есть пару моментов, я хотел показать вам. Вот я приготовил для вас маленькую заготовку. У каждого из нас, каждого из нас, предпринимателя, должна быть вот такая простая диаграмма. Она называется первое. Это эффективность, насколько эффективно я работаю. Второе. Это моя мотивация, насколько я мотивирован тем, что я делаю. И третье. Это моя команда. Если каждый из нас поработает вот в этих направлениях, подумает, а как мне быть с моей командой, как мне лучше управлять, как мне себя мотивировать, и что мне нужно делать, чтобы повысить свою эффективность, мне кажется, это будет отличный способ для того, чтобы проверить. Как сделать? Взять и оценить себя по десятибальной шкале. А как? Насколько я сегодня эффективен? Насколько мой бизнес сегодня эффективен? Как эффективно я управляю командой? Насколько я мотивирован? И поставить себе честные оценки, там, где-то пять, где-то шесть, где-то семь. Задать себе вопрос. А что я должен сделать, чтобы хотя бы на один балл продвинуться вперед в своей мотивации, в управлении командой, в своей эффективности и написать этот план? Пусть это будет самый первый экшен-план, который вы сможете сделать для того, чтобы двинуться вперед. Следующий вопрос. Это первая часть наша. Вторая. Как я могу перевести свой бизнес в онлайн? Что мне для этого нужно сделать? Вообще возможно ли это? Нужно ли мне это делать? Как мне придумать витрину? Знаете, есть три главных шага, на мой взгляд, которые позволяют это делать. Правильная подача и упаковка товара. Поиск компании, которая позволит обеспечить доставку и онлайн прием платежей. Вот если эти три момента сделать, то все будет хорошо. Ну и конечно же, если у вас действующий бизнес или бизнес, который сегодня работает, нужно безусловно придерживаться следующих принципов. Избавляться от лишних людей, поддерживать ключевых клиентов, улучшать свою производительность и думать о том, как с каждым разом вот каждое действие должно привлекать ваших клиентов. Друзья мои, я был невероятно рад с вами сегодня пообщаться. Энергия Владимира, она тоже, знаете, захлестывает. Я сохраню этот эфир, мы с вами посмотрим, попробуем проанализировать, что же Владимир нам хотел сказать. Но я так понимаю, что он за то, что сегодня открываются колоссальные возможности, окно возможностей, которое всем нам дает шанс, новый шанс. Это в 90-е был один шанс, когда упал доллар, был другой шанс, когда появились первые интернет-магазины, был третий шанс. А сегодня есть возможность. У каждого из нас появилась возможность делать что-то свое. свое, чтобы сделать свою жизнь лучше, жизнь своего близкого окружения. А в целом, если все мы сделаем, то все наши страны, и Россия, и те страны, и ребята, кто смотрит нас из других стран, мы станем лучше жить. Только от нас зависит, что это будет. Я вам всем желаю прекрасного дня, прекрасных выходных. Коллеги, пишите в директ, давайте пообщаемся. Буду очень рад, если вы расскажете свои кейсы, свои истории, как у вас получается. Мы с вами поговорим, сделаем с вами прямые эфиры и будем двигаться вперед. Всем прекрасного дня, до свидания, и очень рад, что вы были эти хотя бы 30 минут с нами. До свидания.